Лучшие вратари страны будут определены 1 июня на стадионе Зимбру. Таким способом лидер партии Дулностру Ренат Усатый намерен привлечь внимание к отечественному футболу и помочь подняться этому виду спорта на новый уровень. Судя по тому, как этот бизнесмен и молодой политик берется за дело, шансы велики. Его подопечные из клуба кикбоксинга в городе, откуда он родом, уже достигли немалых успехов. Как была заявлена сегодня, цель битвы вратарей – вдохновить юных футболистов на новые спортивные подвиги. Конечно, вы же понимаете все, что у нас страна маленькая, а в воротах, как вы все знаете, не все хотят играть вратарями. Я даже этим турниром показываю, как вратари прыгают, цейвы их. Это очень интересно в футболе. Заставляю, может, других ребят, молодежь, чтобы они попробовали в воротах. Тех, кто примет участие в соревнованиях, ожидает множество сюрпризов. Юные футболисты смогут вдоволь насладиться мороженым и сахарной ватой. А болельщики – холодным пивом. Помимо захватывающей битвы вратарей, состоится и общение с теми, кто уже стал легендами футбола. Дин Ласпец, Депестихотаридич, момент удефация, а комфирмат Хелмут Дукадам, известный голкипер команды Стява, который в 1986 году, являясь голкипером команды Стява, они выиграли Лигу чемпионов. Пока остается в тайне, за какой приз будут бороться вратари. Но нам стало известно, что победитель получит также немалую денежную премию. Премию получат все участники битвы вратарей, но самую большую, естественно, получит победитель. Какую? Это сюрприз. Отвечая на вопросы журналистов, Ринато Усатый не исключил, что этой осенью он, возможно, станет владельцем молдавского футбольного клуба. Я сегодня хочу полностью рассчитать, чтобы это был результативный клуб, чтобы это не было просто, скажем так, пиар-акция на страну, что вот взяли клуб, там футболистов кормят так, как в детском саду, ну потому что на это нет бюджета. Поэтому я хочу рассчитать правильное проживание, медицинское обслуживание, питание и так далее, чтобы это был реально качественный клуб. Своё участие в схватке уже подтвердили 77 вратарей почти со всех команд Национальной лиги футбола, включая румынского голкипера Николая Каланчу из команды Чахлео из Пятра Нямц. Вратари, участники битвы голкиперов, будут разделены на две группы. Первая – подростки до 17 лет, вторая – юноши от 18 лет и выше. Таким образом, в битве вратарей определятся два победителя.